Христос Воскресе! Дорогие телезрители! Сегодня, 7 мая, Православная Церковь совершит память мученика Александра Леонского. Во время гонений Марка Аврелия язычники города Леона предали мученической смерти многих леонских христиан и надеялись истребить их всех. Александр и Еподий, с самого детства связанные узами духовной дружбы, бежали из города и укрылись в предместье у некой вдовы-христианки. Однако их обнаружили и заключили в тюрьму до суда. Когда Александр и Еподий объявили себя христианами, толпа разразилась криком ярости, а судья, придя в гнев от того, что даже столь обильно пролитой крови недостаточно, чтобы истребить учеников Христовых, повелел разлучить их и первым подвергнуть пытке Епиподия. Ну а притворно мягкие слова судьи, пытавшегося поколебать его решимость, Епиподий отвечал, «Жизнь, которую ты мне обещаешь, для меня – вечная смерть, а смерть, которой ты мне грозишь – переход к нескончаемой жизни. Когда мы, по вашим повелениям, погибаем, муки, которые мы от вас терпим, дают нам перейти от времени к вечности, от нищеты смертной жизни к счастью жизни, над которой смерть не имеет власти». Ударив святого по устам, изрекшим эти слова, судья приказал растянуть его на кобыля, и палачи принялись строгать его бока железными крючьями. Народ, обыкновенно алчащий в вида крови, внезапно возмутился, требуя освободить этого христианина. Опасаясь восстания, судья приказал немедленно обезглавить святого Епиподия. На следующий день он велел привезти на суд Александра и попытался запугать его рассказом о пытках, которым подвергают мучеников. Александр ответил, «Ты думаешь запугать меня воспоминаниям о страданиях, которые претерпели столько мучеников? Знай же, что так ты лишь еще более воспламеняешь мое горячее желание последовать за ними. Имя христиан, которые ты надеешься изгладить, воссияет от этого еще ярче. Судья велел трем палачам посменно бичевать его, а затем, отчаявшись, сломить святого, приговорил его к распятию на кресте. Благочестивые христиане похитили тела обоих мучеников и спрятали их в пещере в окрестностях Леона, которая сделалась знаменитой благодаря чудесам, в ней происходящим. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Саввы Стратилата и с ним семидесяти воинов, преподобного Саввы Печерского в ближних пещерах, преподобного Алексея Затворника Печерского в ближних пещерах, мучеников Пасекрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобные Елисаветы Константинопольской чудотворицы Игумени, преподобного Фомы Юродивого Сирийского, святителя Симеона Стефана Трансильванского Митрополита, священомученика Бранко Доброславлевича Пресвитера, преподобного мучеников отцов Давида Гориджийских, мучеников Христа Дула и Анастасии Патерских, убиенных в Ахаии, мученика Сергия Архангельского, совершается празднование иконам Божией Матери Иверская, Молченская, Адигитрия, Шуйская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok